Вот это гонки, а не вот это вот все, 100-200 по прямой. Если бы еще, знаете, из-под колеса выбегали, вообще бы идеально было. Приветствую всех на YouTube-канале NeverStop. Сегодня мы с вами в Белгороде. Я приехал забирать машину, два дня возни в гараже после нелюдей, которые ей владели. И мы решили с каналом Бесправил собраться, покататься прямо под Белгородом, возле Ротонды, за виражом. У нас здесь бывшая трасса, как это трасса называлась? Ну, так розно. Моток розно, ну да, типа проходил полигон лендровера, ренджовера. Кстати, я на этой трассе сколько лет живу, сколько катаюсь, да, я на этой трассе первый раз. Поэтому снега сегодня очень много, достаточно. Я представлю, кто у нас сегодня присутствует. У нас сегодня и Илюха, и у нас сегодня Серега. Серега Ауешник, все просили, сними видео с Серегой, вот мы здесь. Жалко, Денис не смог подъехать, я ему вчера звонил, не дозвонился, забухал Денис. А снимать нас сегодня будет, вот это замечательный человек. Многие его помнят, это Саня. Сейчас он на канале Автокартель, ребята тоже снимают. И Федяш сегодня еще приедет на ней, да? Да, Федя, да, приедет. О, пушка, короче, старая гвардия собирается. Так что монтаж, кстати, тоже на нем. Если монтаж понравится, пишите, он будет монтировать этот видосик, скажем так. А я буду отдыхать. Я сегодня исключительно в роли человека, который просто будет ездить вот на этом. В общем, машины разные. У нас есть Дастера, Джимник должен подъехать, старые иномарки на полном приводе, очень много НИФ на разной резине, один-единственный очень низкий УАЗик, и у нас ровер. Что у нас за ровер, Эдлюх? Ну, это ровер Вилар, без блокировок, без ничего. Самый, скажем, обыкновенный понтовозка. Городской вариант. Городской вариант, понтовозочка, одним словом. Вот сейчас мы проверим, где его понты, да? Они в кармане. Я на ПЖ, кстати, перешел уже. Чувствуется, приехал в Белгород, разговоры про понты, про прочие вещи. Это, знаешь, мне кажется, вас менеджер покусал, и вы заразились этой хернёй. Ну, брат, есть такое, никак излечиться не можем теперь от этого. Ну, поэтому будем лечиться, да. Ладно, в общем, погнали посмотрим, что получится. Будет два видео. Одно видео будет на канале Серёги с Илюхой, второе видео будет на моём канале. Видео будут разные, это не будет повторения, потому что машин очень много, и всех мы не сможем засунуть хотя бы в 20-30 минут. Я думаю, мы сегодня здесь на весь день, а это полноценные два видоса по полчаса. Поэтому всё, на поле боя, да. Да, поехали. Я в шоке, как они не жалеют просто. Пол на все бабки. Ну, наверное, так и надо. Ну, мне кажется, никто на эту горку не заедет. Ну, я не знаю, мне кажется, сейчас они будут подразбивать, и тот же более мощный ровер, скорее всего, может заедет. Я только что про мотор говорил, 4,6 литра, а нет, не едет. Ну, сегодня решает Нива, даже вот смотри, я пробиваю дорогу все, они даже по пробитой дороге не могут проехать, но я сейчас всё равно по-любому постараюсь заехать. Андрюк, я жду тебя наверху. А на УАЗе тут хуже будет, сложнее. Не попробуешь, не узнаешь. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я учусь, есть ошибки, надо больше брать разгон и ехать на третий, мне кажется. Я попозже попробую, пусть другие попробуют. Он Андрюха не просит, он сейчас Андрюха там зарубится, он может перепахать здесь все поле, вот его трогать нельзя. Солнышко не печет. А он может не печет, вот ты уже подпек, и будет не солнышко, в другое место подпьем. Ну, он выше заехал, при том, что я его не рву. О, он дальше поехал. Он выше на кузов точно проехал, чем он. О, он сломал этот. Или редуктор порвал, или полуосик. Ну, что-то затрещало. Это когда я думал, что купить не вы, или УАЗик, мне сразу сказали, что каждый выезд будешь что-нибудь чинить. Ну, опять же, если газовать, конечно, вот так, как он сейчас где-то делал, зачем? Это стопроцентное насилие, конечно, он поломает. И на УАЗике с таким газ, по вас, можно сломать. Он понимает, что он не ползет, он уже зарывается, он все равно ее душит, душит, душит. Зачем? Пока весь не отрыгнет этот, как, привод, или как, полуосик. Сказал Серега, который не то, что на всех парах туда залетает. У меня, понимаешь, у меня же усиленная стоит. Все, да, у него что-то рвануло. Я могу себе позволить так сделать, понимаешь? У меня усиленная стоит. Все-таки я тебе скажу, резина решает однозначно. А что за резина? А я не, сапари, да, это? Резина сапари? Да. А ну, попробуй прокатить чуть вперед. Ну что ж, ребят, время, скажем так, минуло. Цены поменялись. И теперь Шкода Октавия А7 стоит достаточно дорого. За миллион уже не купить. Все сильно дороже. Рыночная цена, миллион двести, миллион триста даже доходит. И вот здесь момент. А давайте с вами поспорим, что я все-таки найду машину дешевле миллиона рублей. Условия простые. Мы заходим на Авито и ищем именно Октавию, 13-й, 17-й год, Дорист А7. Мы заходим на Авито, ищем автомобиль, вбиваем, все просто. Шкода Октавия, третье поколение, 13-й, 17-й год, естественно, лифтбэк, естественно, 1,8. И мы видим 382 объявления. Это много. То есть мы очень долго в этом всем будем ковыряться, очень много потратим времени. Не совсем интересно. И вот здесь мы видим новую фичу от Авито. То есть смотрите. Во-первых, мы можем ставить частные объявления или автодилеры. Нас интересует частное объявление. Почему частное? Потому что от частника, от собственника тем более. Мы можем купить машину, во-первых, понимая больше ее историю. Он нам больше всего сможет рассказать, чем нам расскажет автосалон. И самое важное. Собственник может нам непосредственно дать еще комплект резины, какие-то запчасти. Может у него какой-то тюнинг остался. Потому что эта машина все-таки подвергается тюнингу. И для нас это только выгодно. Помимо этого, мы можем еще поставить галочку от собственников и проверенных партнеров. Авито, естественно. Нажимаем. Так смотрите. Когда мы нажали частные, у нас стало 174 объявления. Из непосредственно 382. А когда мы нажимаем еще галочку от собственников и проверенных партнеров, мы видим 35 объявлений. Так что, кто размещает объявления, обязательно фоткайте свои СТСки. Обязательно фоткайте все данные, которые нужны Авито. Для того, чтобы подтвердить, что вы именно собственник автомобиля. И мы, как непосредственно покупатели, это все будем видеть. Мы будем видеть, кто реальный собственник, кто нереальный собственник. И, соответственно, сильно сокращать количество тех автомобилей, которые нас не интересуют. И вот мы с вами видим, сколько у нас автомобилей, что у нас вообще есть. Ценник 1.100.000 рыночная цена нам подсказывает Авито. 1.350.000 уже чуть побольше. Давайте с вами более подробно изучим этот автомобиль. Так, по приборочке все сходится. Комплектация не особо жирная. На механике белый потолок, черная машина, на шипах. Скорее всего, есть летние колеса у человека. Все намыто, все так ухожено. Резина живенькая, шипы все видно. В принципе, нас устраивает. Наша же история была купить машину до миллиона рублей. Тем более у собственника. Чтобы сэкономить свое время, мы, во-первых, купили отчет автотеки и сейчас более подробно все рассмотрим. Смотрите, у нас все правильно. 14-й год. Один владелец. У нас была страховая выплата почему-то. Пробег подтвержденный 190. ДТП не было. Полис ОСАГО есть. Мы видим, что он ездил 7 лет 7 месяцев в Самарской области. Физлицо. Так, выплата была на 1,600. Соответственно, ездил к дилеру, устанавливал доп. оборудование. Это мы по истории с вами видим. Пробег вот подтвержденный 160, 180, 190. То есть, по графику пробега мы все это также подтверждаем. И сейчас мы сэкономили с вами целую кучу времени, целую кучу нервов. А это очень важно. Так что обязательно пользуйтесь отчетами автотеки. Ну и ищите автомобили на Авито. Он ползет дальше. Как он ползет дальше? Ну сейчас уже нет. Сейчас уже приполз. Он уже сизым поддымливал. Да. Мне кажется, вот это ползание это издевательство. Конечно. Не, он пошел. Типа не едешь и не едешь. Всем по Nokia 3310. Там Opel. накопал в самом начале. Сейчас ровер чуть не разулся, по-моему. Как хорошо, когда не на иномарке. Машина. Понимаешь, что сильно большой ремонт не прилипнет, в принципе. И уже как-то так повеселее. Такие ребят я люблю. Это мои ребята. Это вот прям не могло. Мне кажется, Серега их прививает чем-то. Мне кажется, он их подталкивает на необдуманные действия. Дастер заедет. Дастер заедет. Да, Доброн-то. Посмотришь. Да, даже дальше. Дастер будет. Не заедет. Он сейчас на первой кочке офигеет. Ну сейчас посмотрим. Дастер в прошлый раз такие чудеса показывал. Но в тот раз были и топи. Сейчас погоду уже раскатали очень хорошо. А он вон садится пищем. Да, он низкий. Она его осаживает. То есть он набирает инерцию. Из-за того, что он низкий, он теряет ее и все. Ему надо легко. Ох, ебан твою. Здравствуйте. Включайте VPN. А это карма за Голубя. Уже, конечно, это насильственные действия над автомобилями. Я предлагаю сменить чуть-чуть локацию. Тут уже очень давно. Поехали на следующий год. Блин, ну тут наклон уже. Мы сидим вот. Типа мы висим уже. Что такое? Тебя Нивы окружили. Да Нивы что-то, по-моему, от меня хотят. Это разборка питерская. Они в меня вообще не верили. Что это за дискриминация? Я не то, что от земли оторвался. Я прям... Ну, наконец-то, ехать. Я прям тут опробую. Леха, посмотри. Ну, пусть хоть отдохнёт я. Брат, да? Я оставлю. Вон, Серёга, перевернулся. Серёга. Да ладно. Они фоткаются уже. Надо начало записывать, Серёга. А я вам скажу, кто. Кто? Кто виноват? А, да! Это человек! Антон, Антон, нам нужны деньги на ремонт. Срочно. А ты лупил, как обычно, в пол и зацепил там бруссвер. Кочка, по-моему, обычно, по-моему, там по-моему, еду. А она, эта, кочка, по-моему, её прям морду, бак, подкидывает, по-моему, она брыссвер. По лайку в целом. Да и не помял их всё. Я же говорю, сегодня только проговорили. Если он приехал, будет переворот, пожалуйста. А это продранно. А это меня ударили уже до этого. Да? Да, да, вот там меня ударили внизу. Да? Вон, давай. А, да кто из... Типа повреждений 0. Денег всё равно надо. Всё равно у нас заморальный. Масло вытекло. Только смотрите, если чё сейчас надо будет... Сколько 5 назад? Думаю, её уберут. Ну, чё-то мы прям весело сегодня. Так, а мы всегда весело, Андрю. Да я вижу. Мы ж не ездим. Всегда весело. Мы ж не ездим просто так. О, пожалуйста, на месте, лядь. Так, обверь с тебя. Ел-мей. Он убежал, всё. Слушай, ну зеркало не сломалось. Вот это вот прям. А мы там на кочке прыгнули. Такие, о, как мы прыгнули на кочке, башкой ударились. А в тент. Саня, вот, говорит, Серёга, говорит, на боку лежит. В смысле? Попьём чайку, потом взорвём. Ну, взорвём колесо, в смысле. Я уже немножко даже развернулся. Не, по комментариям просто они что-то писали. А, по комментариям, да, тут одни наркоманы. Короче, ладно, чё? Сегодня нормально долбанули. Что тебе? Сань. Да ещё куда? Ещё поедем сейчас. Да она сейчас станет на место или ляг. Ну, ничего страшного. А я, кстати, наркоман. Поищи, пожалуйста. Это мой наркотик, афа. Я замажу, заблюрю. Типа, что это такое? Они думают, блин, что это? Чем он колется? Что за паин? Переворот переворотами, а яичко с сальцом. Всегда приветствуется. Это. Как-то они не могут заехать на какую-то простую горку. Час назад, поедем попробуем. Серёга, ты горку поехал искать? Вон, пацаны просто на ту заехать не могут. Давай! Ты готов? Нет. Ну это было не так страшно, как я думал, но честно, я понимаю, что, во-первых, те, кто сидит комментирует эти видео и сам так никогда не делал, кажется, что лайтуха люта, а для тех, кто это делает постоянно, это, в принципе, ну типа, что тут нормально, а я еду, я боюсь, что ее стащит, это непонятная грязевая резина, как бы вот эти моменты, они меня сильно пугают, блядь. Я думаю, мы не застрянем, нам надо только раздатку придержать, спасибо тому, кто ее отправил мне и сказал, что ее не выбивает, вот, ее выбивает под большой нагрузкой, ну может, опять же, мотор сильно, блядь, блядь, да мы вертикально стоим. Едь вперед, 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 вперед. Я туда не собираюсь. Не отпускай газ, не отпускай, не отпускай. Да мы не застреваем, Сань, что ты? Потому что там. Не взги. Веселая херня, какой там драк-рейсинг, о чем мы говорим. Слушай, я сейчас, мне было страшнее, чем все разы, когда мы там 300 плюс ездили. Две горки. Все же говорят, что там, ой, вы там по грязи, ой, вы там по снегу, что отбитые какие-то, а никто не пробовал, этих эмоций не испытали. А в комментах там скажут, да ладно, что там, ничего страшного не было. Уазик просто вот так встал, ну ничего страшного не было. Эмоциональненько, короче, я бы так сказал. Я впервые за долгое время прям такой аж холодок по спине пробежал. Оу. Да. Разул. Ну она символическая была. Да как, стоп. Силовой. А зачем он здесь, как он держался? Не, ну, господа, у вас вон, блядь, петля нормальная. Я думаю, трос порвался. Слышишь? У нас точно оффроуд сегодня. Мне кажется, у нас сегодня чисто. У нас distortion test. Поломай, это как там, durability, durability test. Автомобиль. Силовые бампера вылетают, тачки переворачиваются, рыгают эти полуоси у Нивы. Там твой бампер утащили, бобры. Спасибо, что с пиздец бампер. Да, да, я считаю. Да, не знаю, что обращайся, надо будет троснять. Мало того, что трофейный трос, еще и чистый, пока что. Эмоций столько не было давно, я за долгое время, знаешь, такое хорошее настроение после съемок, еще они не кончились, но я прям такое, хорошее настроение, так приятно, так все комфортно проходит, вообще, блин. Боремся с колеем. Выезжай, выезжай. Я теперь понял, почему его козликом называли. Он уже скачет. Он скачет, капец. Так это еще не те рессоры. Я сейчас поставлю нормальные рессоры, чтобы он был чуть выше, ну просто правильный. И он будет скакать пипецко. Но это уже по месту буду кататься. Это будет совсем другая история. Меня завтра ждет божественное путешествие, 1500 км на УАЗике. Пушка, Белгород, Питер. Будет отдельное видео. Поехали, говорит, в поле. Устроим драк по полю, кто кого дернет. Что-то мне кажется, что все всех дернут, потому что, ну, я еду вообще на лайтах. Надо коптер. А, коптер по шине, сука, да? Ага. Смотри, куропатки бегают. Вот это в мире природы. Андрюха, я в шоке, да. Это драк рейсинг на УАЗике. Это вам не в тапке это. Шубы заправлять. Ай, шуб, не б***ь! На крыше поехал, реально. Опять провалился. Третья, третья проваливается. А то а вторую дальше крутить. Да, раньше уезжаю. Ну, там объем 4,6. Нива уезжает. Сейчас чуть-чуть по следам, с 4. Чуть-чуть по следам. Оп, 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 сейчас разгонимся. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. О, начал заносить. Белар нос в нос идет. А он же снимает. По колея херово ехать, короче. Я бросаю, я не хочу дальше. Вот это гонки. А не вот это вот все. 100-200 по прямой. Если бы еще зайцы из-под колеса выбегали, вообще бы идеально было. Блин, догоняет ровер. Блин, мало оборотов для третьей передачи. Громочень мало. Я на холостых иду. Вторая короткая, третья сильно длинная. Крем не хватает. Да, но мотор не мучает. Слушай, ну мы третьи пока. Дрон-то догоняет. Блин, вот переметы местами, жесть. Надо вторую включать, наверное. Уже еще ходит. Корынь вообще улетел. Гром-то ровно идет. Знаешь, на тот момент, когда либо надо включить вторую, либо остаться на третьей. О, сейчас чуть разгонимся. О, нормально, чуть разогнались. Переметов меньше было. Мэй, третий по-прежнему. Что-то Серега... А, нет, это не Серега. А Серега вообще что-то сзади. У него что-то сломалось, наверное. Да, глядь, он обгоняет. А и Сузу, глядь. Вот это... Сузу там много ехал по горкам, но хорошо сейчас этот идет будет, да? Мотор хороший, да. Блин, я реально на холостом иду. Блин, надо пятиступку. Вот бросится третья на пятиступке. Ну что, вторая? Там чуть ли не в отсечке. Ну что, его на силу? Давай, обканиболку. Да не могу, переметы. Я вон, местами прям покипаю. Надо в полу дырку прорезать. Чтобы дальше газ можно было дырнуть. Блин, мы четвертый. Нам загонять один милый по колее поехали. Четырёги. Серега, это не Серега. Ну один вот по колее идет, ботеется. И второй по колее. Ну конечно они поехали. Ай-яй-яй-яй-яй, четырёги. Вот Серега. Все, бросаются. Эх, круто. Ну чё, Андрюх, как тебе нашу фрову, скажи? Знаешь, я прям... Вот двоякое чувство. Первое, офигенно провели время. Факт, вот прям офигенно время провели. Второе, природа. Куропатки были, косули были. И помимо этого, самое важное, просто очень хорошее настроение. Всё классно, всё по-дружески. И то, о чём я сильно вот говорил в Питере, много раз по самому, скучал. Нету там таких больших горок. И по полю там не так просто так поездить. То есть там более всё загорожено. А тут гуляй, душа русская. Ну, по горкам будет, да. Сегодня, конечно, у нас, скажем так, не очень хорошо получилось. Почему? Потому что, блин, ну очень много снега. Да, и вот мы как бы пробиваем вроде, да, на раз проехали, накопали, всё, под низом лёд. Мы сделали сегодня максимально всё чётко, чтобы вам показать, были у нас перевороты, были у нас ДТП. Ну, подожди, были у тебя перевороты и у тебя ДТП. Ты сегодня всё сделал, кроме всё целое, техника целая. Потому что у нас была одна Нива, да, у которой там что-то сломалось. Ну, я надеюсь, вы оцените наши покатухи. Блин. Поэтому, чё, на сегодняшний день, наверное, мы всё заканчиваем, да, Андрюх? Знаешь, я скажу так, когда станет погода уже больше грязи, попозже, я надеюсь, что вся ситуация в целом подутрясётся. Я постараюсь на нём ещё раз 1500 приехать и вернуться сюда и ещё с вами обязательно покопать. Да, я скажу так, что я просто Андрюху мало знаю, да, вот, ну, меня сегодня он удивил. Он говорит, я сегодня первый раз выехал на УАЗике. Блин, ну, я скажу так, для первого раза он показал сегодня и УАЗик, и Андрюха. В принципе, хорошо, согласись. Нормально, да. И ехал, да, и ехал он нормально. И вроде как бы, ну, начинает, короче, славливаться, да. Поэтому вот это вот всё, что есть сегодня, да, вот снег, там, мороз, ну, короче, это не моё. Моё – это грязь. Поэтому мы сейчас подкатали, а в следующий раз Андрюху ждём непосредственно в грязь, чтобы его у УАЗика провели и мою Ниву. Это обязательно. Я ещё соберу в нём сопли, очень много соплей ещё в машине, даже учитывая, что там практически всё уже поменяли. Я это всё приведу в состояние стояния и обязательно мы прием покатаемся. А так, смотрите это видео также и на втором канале, то есть у вас сейчас будет высочиваться ссылочка с одного канала, со второго канала. На этом всем большое спасибо, всем пока, я надеюсь, мы снова увидимся в Белгороде. Всё, давайте.